привет снова пятница и снова с вами как обычно как это принято как уже надеюсь привыкли видеоблог да как положено молодец тарас видеоблог найти себе и его ведущие тарас мищенко сергей кулеш и сергей кулеш мы как и обещали в прошлый раз тарас приехал с ифа 2011 забрали это супа лёта да это в прошлый выпуск мы посвятили рассмотрению новинок по фотографиям в этот раз мы увидим фотографии живы которые сделал тарас этот раз нам расскажет о своих личных впечатлениях о разнообразных устройствах сам начнем в этот раз немножко неожиданно мы расскажем про самые полезные материалы которые появились на этой неделе на сайте пробежимся очень быстро чтобы просто знали олег касич осилил очень интересный тест про md лана это такая платформа лана на на платформу от амд да смотрите то есть рассмотрено несколько материнских плат процессоры нюансы использования интересно кому это кому это интересно почитать реально интересная штука хорошо раскрыта тема следующая закладка в этот раз на это не на этой неделе отжигал саша иванг h2 обзора от него вышло на сайте это samsung galaxy r android смартфон на видео тигра и еще один обзор тоже смартфона samsung android это samsung гио такой сидел менее оснащенный менее дешевый чем с поэтому достаточно интересный такой себе бюджетный аппарат мне понравился чисто внешне почитать эти вердикт это взрослые достатки до дальше интересная статья очень вышла от нашего внештатника это был андрей белокреницкий легальная миграция представьте себе что вы купили новый телефон и со всем вашим багажом знаний контактов пытайтесь перейти на новый аппарат тоже интересно поджигать максим капинус написал интереснейшую статью я читал реально с большим интересом про игровые песочницы то есть построить свой мир это когда вы заходите в майнкрафт и пытаетесь там построить из здоровенных пикселей пытаетесь построить пирамиду там ферму то есть тоже действительно интересная штука если у вас не хватает что делать дома если вы дома давно не делали ремонт а все-таки интересная пиксельная овца да вы можете сделать такую интересную пиксельную овцу и еще хотелось не могу не удержаться прорекламировать свой личный видеообзор не успеваю задумывать просто impression импет 0211 вот такая моделька чем она интересна интересно знаете чем месяц назад у меня в руках было 0111 которая основана на intel atom n450 так называемый нэдбучная серия это новый планшет на платформе intel oak trail там стоит уже процессор intel atom z670 что в нем интересно 450 и потребляет пять с половиной ватт у него тдп у этого 3 ватта то есть практически в два раза меньше при этом графическое ядро intel gma 600 она обладает аппаратной поддержкой hd-видео реально как бы но дольше работает она дольше работает значительно то есть в наших стандартных условиях мы меряем стандартных условиях стандартные настройки стандартная идентичная яркость экрана и вот в этих условиях предыдущий планшет показал четыре с половиной часа в режиме чтения такой себе офисный режим вот это показал шесть с половиной часов 6 половиной часов это уже два часа больше это уже хорошо понятно что это еще ноутбука на windows это очень для ноутбука для плачета плачета как бы не очень хорошо да там как бы потому что здесь сейчас удержать без проблем тут ну опять-таки 6 половина лучше чем четыре с половиной это одно второе он реально меньше греется то есть когда он берешь в руки то есть раньше вот эта металлическая задняя часть она нагревалась сразу можно было закрытыми глазами определить где находится процессор если воспроизводить из ю видео он принципе не сильно греется да то есть как бы у него тдп маленького по умолчанию просто он не может сильно нагреваться система охлаждения активна но опять таки она тише настроена так тем более там есть настройки можно настроить выключить меньше да там quiet режим или или полный режим вот опять таки это не идеальный планшет естественно но для тех кому нужен планшет на платформе windows аппаратный вот эту программы вот это уже лучший выбор чем предыдущее поколение обратите внимание как бы очень очень интересная штука все все переживать режим модуля создать диск напоследок напоследок все теперь переходим к блоку новости сначала начнем с новостей железо а потом перейдем плавно киффе поехали поехали далеко не все железо на прошлой неделе было представлено на ифа некоторые производители решили пооригинальничать кто-то в лондоне кто-то еще туда нет а кто-то не доехал до ифа просто кто-то кому-то не дали визу просто берлин германия не пришлось представлять где есть в лондоне так и быть вот первым производителем такого толка было htc которая представила сразу два смартфона тарас да что тебе сказать по этим смартфону это windows phone 7 смартфоны на новой операционной стиме под названием mango mango слушают интересно мне название сразу нравится титан вот как бы как по мне название учтись и немножко без довольно бессмысленно вот wild fire там что-то вообще а тут понятно здоровенный титан значит должен быть здоровенный экран правильно 4 7 дюйма читаешь и все правильно первое подходящее название для смартфона htc но не титановый ассоциация прошла с титанами видишь а у меня именно с размером пошла размером титан титанического размера титаник ну кстати будет ли у него судьба титаника на какой айсберг он налетит но надо сказать что устройство немного необычное чем там используется 4 7 дюймовый сенсорный экран такая здоровенная штука не до планшет не дополнили отлично нравится у нас когда-то на тесте был айсер смартфон да там там немножко другой там он был вытянутым тянут это здесь мне кажется что он немножко шире все но он шире да то есть процессор под полтора гигагерца тоже не самая слабая характеристика для устройства при этом он одноядерный да то есть одноядерный при этом емкость аккумулятора 1600 миллиампер часов не заубочная посмотрим то есть опять-таки не совсем понятно как windows он работает с батарейкой ты же знаешь эти прикол с android когда вроде бы android может высадиться за полдня но при этом если приложить не кривые руки высадиться почистить да высадиться на измену вот если приложить ему руки вычистить оттуда весь софт который там установлен производителем то он может реально работать и три дня приложить руку почитать моно настроить напильник драчевый напильник и не драчевым напильником затачивать это дело под себя прикладывайте к лицу знаете такую форму вытачивать так ваш деревянный телефон уже титану какая разница ну короче как здоровенная планшетина на windows phone 7 интересно и сразу отметим что это здоровенная планшетина будет продаваться украине да а цены уже известны цен пока нету но что характерно вот этот вот здоровый телефон он будет украине продаваться а вот вторая модель которая называется радар радар кстати прокрути пожалуйста эти перебить прикрути чуть вниз вот еще ниже и первый комментарий посмотри 599 евро титан и радар 399 евро это цена не для украины но я думаю что ориентировочная цена для европы это даже очень ориентировочно евро европа на то есть 600 евро 600 евро ну соответственно украине я думаю долларов 800 будет стоит вот но второй смартфон был более руками на более бюджетный более простой 200 и 200 евро разница разница это будет нормальный экран ребятам 38 дюйма экран это как нормальный нормальный нормально это то что чаще всего используют 3 8 лет оба это большой камеру чаще уже всего используется 4 4 среди новинок это уже маленький кран посмотрим какой будет iphone 5 тогда и скажем как экран нормально 6 дюймовый экран а какой лажа но попроще телефон тут процессор часто один герц тоже одноядерный 5 мегапиксельная камера со вспышкой по-видимому с автофокусом ну все как у людей прикольно прикольно беленькая версия мне нравится реально белый цвет такой твой гламурный макбук почему так типа того как мой гламурный сегодняшний так что те слухи которые ходили о том что они не работают за макбуками все это вранье здесь какой же тачпад я умею им крутить научился да научился тарас провел курсы мастер-класс полтора часа позже начали запись сейчас 5 утра ну так ну что что нам еще сказать по этим смартфонам новость вызвала интерес двоякий 43 голоса плюс 23 оценка как бы ну такое кому-то понравился кому кому-то нет я так понимаю 22 комментариев тут больше интересна система опять-таки профона мне усмотрит что интересно сама оболочка видоса там две плашки все то есть грубо говоря это экран на котором в ряд вмещается 2 пиктограмма здоровенный для 1 даже я так понимаю что это будет в отличие от того же самсунга galaxy tab 7 и 7 который на стандартном интерфейсе хаником вот такие иконочки и конюшники маленькие тут такая здоровенная плашка который можно буквально бить кулаком но не хвастаться хвастаться этими пашками потому что они могут меняться на то есть они живые на них называют живые иконки зависимости от того там что происходит с приложением данный момент она отображает какую-то информацию то есть это не значит там будет такая здоровый типа посмотри фон если эта плашка показывает количество пропущенных звонков то там реально будет 1 2 3 то есть ну там там не будет информация напихала листов ты помнишь как папка выглядит на экране допустим iphone или ipod attach иконка папки с приложением там вот такая вот папочка и в ней девять вот таких мелкоскопических штучек и на которых можно рассмотреть и понять что это за приложение на самом-то деле ну посмотрим посмотрим что это будет за телефон как бы не совсем понятно опять таки мы не знаем сколько это будет стоить украине надеемся скоро узнаем да следующая новость следующая новость от компании ли ноутбук и у нас упал макрософт visual c рор закрывай его показывай подальше видите они только только трав взял в руки раз его неверный windows ноутбук начал подпадать браузер хром почему-то решил что ему надо какой-то плагин ему не надо правильно хрома нам не надо плагином нам нужны планшеты по 200 долларов я учитаю к вам же по 100 ну по 250 мы ждем до сих пор амазона пока он наконец-то расчехлиться и выпустит на нормальный я видел этот вот один да как он тебе пластиковый пластиковый полированный алюминий до пластиковый планшет с 7-дюймовый планшет дешевый экран наверняка ребят дешево евро и 2 и 3 телефоны какая-то флая вроде бы вот такая вот фирменная оболочки но там на самом деле это даже не оболочка видит биджет простое 200 долларов 8 8 гигабайт на версия для нищебродов 200 долларов и для мажора в 16 32 да да и для средней 250 долларов 16 гигабайт ну а 300 это уже элитный ну как как ни странно говоря опять-таки оценка плюс 48 из 54 что говорит о том что мы хотим дешевых планшетов наши читатели да все хотят дешевых планшетов просто как бы 200 долларов сейчас какая-то вот есть все допустим 200 лишних долларов вот отложил ты со стипендий за три года отложил себе 200 долларов на планшет он заработал или заработал за день на мойке машин не знаю как кто угодно как зарабатывает вот это и что можно заработать но я знаю я познаю о чем говорить вот мой иногда почему любой заработок хороший если деньги приносит 200 долларов что ты можешь на них купить ты можешь заказать на дел экстриме какой-то китайский планшет а потом еще очень долго иметь проблемы с ним с прошивкой с качеством там со сломанным зарядным устройством чем угодно а тут вроде как бы достаточно известный производитель леново да все таки леново да смущает просто андроид 2 2 3 потому что все таки это система уже уходит ты вспомнил по какой цене понятно что это как бы не планшетная система это телефонная система я вспомнил по какой цене galaxy tab входил на рынок 7 дюймов 1000 долларов это 200 как как тебе индустрия до 5 раз еще блин на прошлое подожди даже на прошлой если был представлен galaxy tab правда семерка вот пожалуйста на это есть уже за год 5 раз она упала что же в будущем году ждем симметричного падения от айпада 3 зачем ты что-то падение стив джобс уже как бы на пенсию ушел можно не на зарабатывать зачем тему куку столько денег он же этот зачем он же этот эту снизит цену 150 долларов я бы я буду очень рад давай посмотрим что еще еще то чтобы смотри то что представила тонкий металлический android планшет эти 200 только в прошлом выпуске я ругал их предыдущий планшет который мне очень не нравился свои такой веселим веселым корпусом не совсем понятным дизайном задней панели и тут и тут компания то что она представила на ифе про него говори я же делал этот планшет ну ты же начали да как он тебе показалось ты увидел ну надо сказать что это прототип то есть это еще не финальный образец и они показывали его так без особого энтузиазма не говорили да у нас есть вот это самый тонкий планшет в мире подходишь к нему с но не так вот он двигает вам не будет интерес вот но достаточно интересный то есть он очень тонкий реально там 7 7 7 миллиметра толщина он на тим на пида то есть он не на тигре 3.2 понятно android 3.2 если это даже на выставке был сэмпл то вообще не понятно когда он выйдет на рынок это может быть вообще весна и когда если он выйдет весной следующего года когда уже будет ipad 3 то все но они ты не думаешь что он скоро выйдет ну просто пока он может казаться интересно потому что пока он допустим самый тонкий он по моему даже тоньше чем да он ну он совсем гелакси табы да дизайн у него приятный ну а проблемы как бы как и у всех планшетов это стандартный android 3.2 то есть там ничего вообще не изменилось там и последний мы ждем новость же прошла о том что в октябре-ноябре будет уже 4 но и следующий блок нашего выпуска новости компаний они же патентные войны потому что каждая вторая новость связана с патентами это какой-то кошмар это год патентов просто год им патентов это патентная оргия начинается тоже не война это оргия когда все со всеми это реально оргия ребят патентная оргия замечательно так начнем давай в компании которая участвует в этой в этих войнах полным годом google обещает что android ice cream сэндвич ожидается в октябре-ноябре этого года то есть как бы вот не совсем понятен срок выхода системы потому что обещали это обещали там 2011 год ну что слухи что не успеют вроде конечно уже анонсировали сказали что он выйдет осенью осенью 2011 года но вот эрик шмидт участок конференции на dreamforce он сказал что да выйдет в октябре-ноябре ожидайте все будет хорошо в декадах по моему еще нет то есть по 32 выпустили с дк раньше чем систему хотели то как бы сейчас разработчики проблема-то ребята в том что софта нет ну и как стать его не понятно как ожидается первым смартфоном на новой операционной системе будет собственно смартфон google название у него рабочие пока туалет android prime то ли nexus правим но еще непонятно и делать его скорее всего будет кто не скорее всего это уже точная информация потому что об этом говорили и представители компании samsung на ифа то что так в кулуарах что будут делать они все-таки эту версию nexus ну или droid а то многие плевались почему это будет делать самсунг а не motorola которую купил живу ну да ребят надо понимать даже что еще рано цикл разработки то не две недели идет то есть самсунг уже наверно полгода разрабатывать для вот кстати знаю что интересно а вот скорее всего на четверке вот и будет планшет 1 от motorola если ты помнишь на тройке то хаником вышел motorola xum первый планшет на тройке было motorola и так а теперь как бы сам бог велел если уж купили motorola mobility мне кажется что первый планшет на котором будут показывать четверку это скорее всего будет motorola это плане может быть та же motorola xum только на nvidia tegra 3 и с тем же дизайном ты хочешь сказать ну похожим дизайном а смысл менять его то есть там он стандартный уже по моему не знаю как наш к и мне очень хорошо продается в принципе так он же те же производители машин почему-то делают редизайн легкий фейслифтинг ему сделают какой-то фейслифтинг ну это не будет кардинально там но я не думаю просто потому что вообще поменять дизайн планшета кардинально невозможно очень-очень трудно на к нему ручки приделать так хорошо это новость хорошо ждем хорошая новость ждем надеемся верим а теперь следующая новость не очень хорошая вот как раз по поводу успешности ультра бука ультра буков не перспектив на самом деле через выпуск на следующем выпуске но не успеем но через выпуск вы получите горячие сведения в первых рук потому что на intel девелопер форум сан-франциско едет наш главный редактор олег данилов и там наверняка им пол не упустит возможности рассказать подробно покажет вот такие вот покажут вот такие вот штуки расскажут что они там вообще хотят от этого потому что они обещали на компьютерсе они обещали что в 2012 году 40 процентов ноутбуков проданы в 2012 году грабы были ультра буками тут увидим что реальные не маркетинговые всякие слоганы лозунги реальные производители намерены выпустить не более 50 тысяч ультра буков на самом деле это опять таки не говорит о том что что это плохо и о том что производители не верят производители хотят они верят но они хотят проверить перед этим они выпустят пробную партию 50000 штук если они разойдутся то возможно выпустят еще если нет то это будет опять таких зачем это будет шансом сбить с интелла цену получше на процессе там же получается сейчас идет конфликт интересов интелл хочет продавать свои чипы по цене по которой она их продает а производители хотят ну там достаточно большую скидку там 50 процентов да говорят ну ребята это круто что вы там планируете 2012 году 40 процентов рынка ну заводы то у нас ребята все схвачено все схвачено да ну кстати интересно да как apple взорвало просто рынок по первые air вышел в 2007 году да да вот если честно 4 года спустя если честно до сих пор поражают как компания умеет работать с клиентом чем она умеет работать с производителями говорят что она очень жесткая в переговорах вот именно в плане выбивания более дешевой цены скидок умеет торговаться как будет очень хорошо очень плотно прессует ребят чтобы получить дешевле потому что у меня всегда компания по ассоциировалась в дорогой компании компания который берет деньги за понты там а сейчас посмотришь ребята действительно вот есть там допустим air есть там макбука сделать его такой же хотя бы сравнимый да в этом же металлическом корпусе также хорошо работающий с нормальным экраном и получается что те производители которые рали лучше берите наши ноутбуки в два раза дешевле они теперь такой же аналог сделать по такой же цене не могут потому что играть что нереально сделать вот ультрабук подобный макбуку аэру за 999 долларов такое не весел на самом деле как бы не за горами все эти ультрабуки на то есть 14 сентября запланирован там к это понимал пресс-конференция на которой будет intel или конференция который intel будет рассказывать собственно об этих ультрабуках но то и девку будет но это будет одев и в рамках одев я понимаю будет отдельное мероприятие да не знаю может на кино то я думаю что скорее всего на кино то буду рассказывать как обычно он просто идет по моему три-четыре дня если я не ошибаюсь первые три дня с перерывом да он длинный он же недельный почти айдея получается я же в прошлом году был я же знаю о чем рассказывал там первые три дня я пережил да я пережил айдея первые три у меня рюкзак даже остался первые три дня идут вот кейноты по утрам с девяти там по полтора часа ну там два-три спикера и кейноты как раз на них и рассказывал в прошлом году рассказывали больше про sandy bridge ну такое было просто новая архитектура а сейчас будет рассказывать про троги будет более интересно вот такое посмотрим что будет на самом деле посмотрим вот это интереснейшая новость тарас предлагаю предлагаю себе за себе себе заткнуться предлагаете это долго и скоро что это было вообще что это был что это было но я к сожалению застал этого момента я уже уехал и факт успел пощупать да я успел пощупать не повезло раз так и звучит значит в чем суть суд запретил компании samsung показывает на выставке ифа новый их планшет семьи и семидюймовый galaxy tab причиной запрета как как обычно как многие могут догадаться это судебный иск от копания уровня до патентная оргия со стороны компании apple apple ну причем настолько это глупый этот запрет то есть компания даже не продает они показывают дано троллит они показывают планшет на планшете сзади налеплена бумажка на которой написано что дизайн устройства не финальный может меняться то есть казалось бы какие могут быть претензии там какому-то плагиату если это даже не финальный продукт ну просто ну если честно был немного шокирован этим я думаю 3 вот реально ребята сидят типа нас на встрече на такие что-то грустно там звучно да и с вами пятого еще две недели давайте типа поржом ну давайте а что значит мы их там по убираем положение давайте ааааа лоу и спустил Джоффсу лоу лоу не кормите троллей вот ну хорошо минус 58 оценка но это как бы говорить само за себя да то есть комментарии тут тоже не знаю мне нравится в бигпупс бигпупс сказал ржака ну действительно ржака получил плюс 9 да непонятно зачем непонятно почему такое google тоже кстати там тот же google подает на apple давай сейчас мы к этому следующая новость говорит об этом снова патенты вот это опять мы вернулись мы снова в эфире под кустовный выползень размещается таким образом так htc продолжила судебную борьбу с apple используя патенты google это уже вообще начинается черти что google поглотила motorola расскажи ну я уже запутался поглотили в этих связях вот это вот все запутанный клубок связи случайных случайной связи в эти индустрии google купила motorola да то есть известный факт получила от motorola какой-то там набор патентов то есть они 4 патента взяли которые на данный момент они могут использовать против apple для того чтобы защитить производителя htc в данном случае от судебных преследований я еще знаешь что ты напоминает очень сильно карточную игру типа у меня там патент червовая десятка а у меня дама пикси по всю причем очень забавно тут ситуация заключается в том что если htc вдруг проиграет вот этот судебный то она ставит под удар она ставит под удар вообще всю платформу android потому что там патенты они ключевые для android и то есть прогрош будет означать что google самой может быть несладко после что скоро ваши все android-спартфоны превратятся в кирпичи да выиграет суд и у вас удаленно создать система удаленно поставят ios удаленно поставят windows 6 5 вот это будет весело там появится картинка стива джобса который будет язык показать ну классно лол такой да мне очень нравится что международная комиссия поторговали сша называется itc по моему они у нас содрали это название название с другой стороны кстати интересно потому что htc требует запретить apple продавать ряд ключевых продуктов на рынке сша айпад айфон айфон маки даже сервисы и клауд которые еще не запустили тоже под запрет и тайм капсул причем они еще требуют возмещения нанесенного ущерба от предыдущих судебных исков apple кошмар ну то есть тут уже пошла игра такая серьезная никто не хочет проиграть потому что проигравший будет выглядеть я думаю все равно как бы глупо да ну глупо глупо да я думаю все равно будет какое-то полюбовно соглашение потому что разрубить это нереально как запретить товары продавать не но не могут судиться очень долго ну пусть судят но помнишь как запретили продавать microsoft office сша не помню было такое запретили нет ну где-то в начале года запретили microsoft как раз тот момент не был сша поэтому меня это не задел Microsoft убрала с полок все коробки с офисом и пришлось им выплатить там какую-то сумму что больше миллиона за но тут патент который там понятно то скупили все все не успела пыль носить на эти полки поставили обратно все эти коробки так следующая новость на ряд эйсер эйсер говорит о том что google стала прямым конкурентом для своих партнеров после покупки motorola mobility ну опять-таки это то чего многие производители боялись пока google стояла в стороне со своим android пока у него не было своего бизнеса по продаже реальных устройств все партнеры были примерно сейчас нету ну motorola mobility ну motorola mobility если не было раньше вообще то сейчас как бы нет почти все равно чуть чуть больше у них стало компаний которые делают делают железо прикол в том что эйсер переживает что не все будут одинаково равны все равны как на подбор а вот они не не ровны motorola будет ровнее на самом деле как бы раньше не было абсолютного равенства у кого-то тоже motorola были она первый выпускала планшет тот же samsung или htc когда выпускали свои первые nexus и тоже я думаю они раньше получали доступ к каким-то прошивкам какие-то те же прошивки и первую очередь падает он эксус правильно на основной спроса ты понимаешь как референтный дизайн минутка по сути по сути доступ к широкам получат все производители просто не все успевают выпускать так быстро то есть это же надо пилить оболочку свои виджеты не ставьте свои оболочки мы про это говорили не однако вот кстати прейсер смешно потому что этот производитель как бы особо и так не было весь работа особо на рынке android смартфонов не представлен но вот они решили повозмущаться понимаешь это как бы в интервью ресурс рейтерс то есть кто-то что-то сказал кто-то где-то раздул эти журналюги вы знаете они могут сделать слона дальше смотри тут еще более интересная новость то есть смотришь заголовок думаешь ёжик инвесторы требуют продажи рим и и патентов думаешь такие он серьезные фоточки серьезные дядьки сидят водичку пьют они же немного грустно например на прямой связи с богом там что-то чувак такой весь что такое говорят что здесь особенно вот этот смол тоже неприятно вроде бы казалось да инвесторы требуют продажи сейчас все все истерика рим побежал на биржу там они куда продавать свои акции дочитываешь до конца новости становится понятно что вот этот человек который заявил структура которую он представляет владеет не более чем пятью процентами ну это не 45 но это не 40 и не 59 как бы ну сказать там может как минимум тоже можешь может присутствовать там это же не украина что весь у тебя есть пять процентов ты это не украины печатаешь футболки у тебя могут взять за закрыть компьютеры покидать лицо там пять процентов это серьезные серьезный кусок акций учитывая что таких инвестора то может быть реально очень на самом деле он говорит о том что у него есть несколько писем это коллективное мнение несколько по которой себя не объявили то что он там действительно может быть и 5 допустим на 35 да ну как нужно учитывать ну как мы знаем зачем 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 это вообще делать инвесторы падают деньги инвесторы хотят на вложенные деньги получать прибыль если прибыли нету то есть они говорят если эта корова не приносит молока так давайте зарежем хоть на мясо продадим вот именно такая ситуация надо отметить что за три года рим подешевел на 80 процентов падение просто колоссальные то есть вот как роз android и iphone так падал рим со своей операционной системой то что стал недавно блокбер тебе понравился прикольный аппарат вот как телефон прикольный а вот как смартфон у него может просто непривычно что нет просто ну во первых украине там недоступны все сервисы во вторых но он действительно такой на любитель то есть телефон классный там супер качество связи там вот так что связи кстати до дорогого стоит на самом то да то есть он классно там батарейку держит четыре дня в принципе удобно в использовании но сторонние приложения там намного проигрывают android android и iphone вот так же мне нравился кстати blackberry playbook вообще офигенный планшет реально быстро работает он маленький там такой приятный софт-тач пластика все здорово ну блин софта нету софта нету на как это непонятно это даже почтового клиента нет там там есть сумма есть там есть иконка на выход нажми то есть пожалуйста потому что через браузер работать с гмелом спокойно это не проблем нет устроена понятно что ты берешь как пользователь рим и ты хочешь свою защищенную почту у тебя его нет пока там тебя не будет смартфон такое грустно посмотрим чем это кончится у них что-то кажется что рим из этого пике продадут microsoft не сильно выберется да давай еще смотри про следующую компанию опять грустно опять а грустно расскажи нам что тут грустно грустно того что palm продолжает продолжают и раздирать на части то есть и чпи поглотила palm потом сказали что они закроют продажу планшетов смартфона больше не будут разрабатывать потом сказали что выделят там куда-то в отдельную структуру вообще все подразделения по производству консюмерских устройств вот и в этот раз они решили просто внутри компании разделить palm то есть будет разделена на команда которая делает железо она уйдет собственно в это подразделение джида которая делает софт уйдет в другое место стратегии технологии я помню как мы как мы сильно радовались когда вот юлит купил пал мы думали ну вот наконец-то сделают что-то в меняем они даже попытались сделать что-то в меняем то есть в бус как бы в принципе потенциально смотрелось интересно как альтернативу но как мы знаем я очень верил то что hp с ее ресурсами сможет сделать экосистему и вытянуть них там были настолько далеко идущий план они даже хотели делать ноутбуки которые работали на вебос то есть не только планшеты но и ноутбуки но судя по всему этому не суждено сбыться то есть компания начинают отстраняться от этого направления вообще консюмерских устройств их хочет уйти в полностью там бизнес бизнес-решение а до этого них что было хобби ну это крупнейший производитель компьютера в мире на минуточку ну видишь значит что-то не пошло зарабатывать деньги но не так много понимаете как вот при при прибыль получение прибыли опять-таки тут тела инвесторы хотят получать максимальную прибыль там с одной акции и на данный момент не может обеспечить по всей видимости такая деятельность компании вот те деньги которые они хотят тоже не в плюсах на в плюсах минимальных получить понимаете когда вы там провели год там сажая картошку посадили там убили кучу денег в эти удобрения там что-то скапывали возились потом взяли продали эту картошку получилось что вышли в ноль все эти деньги которые потратили вы заработали ровно столько же это не интересно если вы считаете год занимались непонятно чем забавный комментарий паса кстати очень хорошо характеризуют эту ситуацию которая складывается в рим потому что там действительно не могут сами определиться но мы закрываем бизнес производства пока мы не закрываем бизнес производство пока мы прекращаем выпуск таблеток мы не прекращаем выпуск таблеток мы избавляемся от вас мы не избавляемся этого поток ну вот собственно да просьба пич пиние заниматься ерундой Наконец-то определиться. Давай, слушай, сразу перейдем от новости вот этой, не к NVIDIA, а к Samsung. Самсунгу? Да, почему, смотри. Самсунг можно взять. Связано? Конечно, связано. Samsung может взять контроль над разработками Go, согласить нам эту новость. Но Samsung сейчас вешают все. И тут же, кстати, говорит о том, что ходили слухи о намерении Samsung купить WebOS. Вот смотри, Samsung. У Samsung есть Bada, слоя, то есть как противовес Android, не знаю, не противовес. Samsung будет выпускать на WP7 что-то? Выпускает уже. Будет, выпускает что-то. Отлично. MIGO. MIGO как бы инициатива изначально Intel и NVIDIA. Нет, Intel и Nokia. И Nokia, господи. Intel Nokia. Nokia сейчас вообще не до каких бизнесов, им бы как бы штаны свои держать на месте. Вот. И Samsung сейчас ходит такой, ходит и по дешевке скупает все, что есть интересное. То есть, опять-таки, я понимаю, что это реально дешево. И если MIGO попадет в руки, то, возможно, они смогут его допилить до нормального уровня. Смотри, WebOS они точно не будут покупать. Потому что нет смысла. У них есть похожая система Bada. То есть, а ставку они делают на Android. Посмотри, что значит есть Bada. Bada на планшеты пока не ставят. Bada стоит только на телефон, даже не на телефонах, а на feature-фонах. То есть, он такой себе полусмартфон. Ну, полусмартфон, да. Я не думаю, что на планшете, если на планшете даже телефонный Android очень слабо смотрится. Я не думаю, что такая система будет смотреться лучше. Нет, это просто смысл покупать WebOS. Он дешево. А он дешевый. Он работает уже. Он дешевый. Почему нет? Я не уверен, что он дешевый. Они могут привести, ну, относительно дешевый. Купили Palm за сколько? За 4 миллиарда там? Я не помню. За 6. Ну, ты думаешь, продадут дешевый? Продадут за? За 200 тысяч? Он будет понимать, что, Гриш, вот у них есть своя BAD. А если они купят WebOS, у них будет свой WebOS. Если купят они WebOS, будет свой WebOS. С Blockjack'ом и WebOS'ом своим. И WebOS'ом. Почему нет? То есть, перспективная покупка. Они вполне могут по деньгам позволить себе это сделать. Ну, тут, кстати, по поводу то, что они возьмут на себя разработку мегового продвижения. Ну, это больше вероятно, потому что систему там можно использовать вот конкретно мегового практически где угодно. И можно там под стиральную машину устроить. И как бы она будет работать. Сейчас Android везде устраивает. Ну, это тоже. Будут мегового устраивать. Будут мегового устраивать. Мегового как бы не зависит от прихоти Google. Там, хочет Google открывать код, например, или не хочет. Вот тоже, да, как ситуация с Honeycomb'ом. Угу. Не открыли сначала код для разработчиков? Да, вроде бы открытая платформа. А мы вам не дадим. А мы не дадим. Ну, потому что там сейчас слишком много комментариев внутри. Мы не можем разобраться в системе инвентирования. Не расскажем вам. На самом деле, понимаешь, кто мог подумать месяц назад о том, что Google купит Motorola? Да никто не мог подумать. Предсказать такие вещи невозможно. То есть реально может пойти дело так, что те же инвесторы вынудят. Скажут, ребят, отлично все. Приказно порядок. Да, да. По вам как бы потенциально все дела. Но мы можем на этом срубить полтора миллиарда бабла. CEO Samsung скажет, купите мне HP. HP, пожалуйста. WebOS. Ну пойдут купят WebOS. Какую версию? Что? Лол. Лол, что? Так, и последняя новость в этом. Самая бодрая, кстати, самая бодрая интересная новость. Это он видео отжег просто. Про потенты, да. Тут, как говорят, он чуть ли не матерился. Он матерился. Да. Говорил слова shit. Другое слово. Но он сказал, что… Расскажи нам, Тарас, о чем он нам сказал. Ну суть его идеи была в том, что если вы сейчас не разрабатываете платформы для смартфонов и планшетов, то вы находитесь в глубокой яме, из которой вы и не вылезете. То есть вам надо… И при том, что он говорит, что вам надо было начать разработку этих продуктов еще 7 лет назад. То есть чтобы сейчас быть на уровне там других компаний. Хотя бы на уровне. Да. Но он такой смешной. Он сравнивает вот в частности свою компанию с Qualcomm. То есть говорит, что сейчас вот серьезные игроки это NVIDIA и Qualcomm. В чем? Samsung не учитывают. Samsung, да. Вообще ничего там. TI тот же. То есть какой-то загадочный. Загадочный тип. Загадочный самурай. Рассказывает там, как все правильно делать. Ну смотри, в чем-то он прав. Как он отмечает на данный момент платформа NVIDIA Tegra используется в 70% планшетов. Ну ты помнишь, что когда только начали выходить HANI планшет. Это было вот тупо. 100% можно даже было в тхшке не взгляды. HANICOM Tegra. HANI Tegra планшет. HANI Tegra, да. До сих пор 70% рынка держит. Хотя вот начали сейчас появляться с выходом 3.2. Начали появляться процессоры от TI. Вот. Ну до сих пор 70% это очень много. 70% потенциального рынка это очень много. И половина, как они говорят, половина высокоуровневых Android смартфонов. Тут я как бы позволю себе усомниться. Потому что NVIDIA Tegra смартфонов не так уж много. Есть единичная модель у каждого из производителей. Ну так чтобы это было реально… Ну у Optimus 2X есть у Samsung. Ну у Samsung есть вот этот… Galaxy R. Ну есть реально по одной, там по две модели. Но основная масса все-таки не на NVIDIA. Так что что-то путает товарищ. Товарищ SEO. SEO. Товарищ SEO NVIDIA. Хуанг. Товарищ Хуанг. Путает. Вот. С новостями вот такими разносторонними все. А теперь следующий блок мы полностью посвятим рассказу Тараса. О том, что он увидел на ИФе. О том, что там было интересного и неинтересного. И неинтересного, да. Ну и теперь долгожданный рассказ об выставке ИФа. Который каждый год, каждый сентябрь проходит в Берлине, в Германии. В этот раз побывал на выставке Тарас Мищенко. Там много всякого нащупал, посмотрел и увидел. Тарас. Да. Для начала. Да. Как тебе ИФа? Это твоя первая ИФа или нет? Да. Это моя первая ИФа. И как тебе ИФа? Что тебе больше всего понравилось? Что тебе больше всего поразило? На что это больше всего похоже? То, что я слышал, говорят, что очень много там всяких стиральных машин. Да. Или нет? Я сначала, когда зашел, собственно, в павильон выставки, я случайно… Подумал, что пришел в магазин, да? Не туда повернул, да. И прошелся по стендам всех этих производителей, которые там бытовую технику делают. Но это, я вам скажу, еще те инновации они там делают. Там пылесосы, которые там сами пылесосят. И стиральные машины, которые там… Стиральная машина… Кофе готовят. Не, стиральная машина должна не только отжимать, она должна сама гелье развешивать, да? Да. Ну, то есть реально мне впечатлило вот количество там вот этой бытовой техники. Вот. А сама выставка, да, там, моя первая ИФа. В начале этого года я был на ЦЕСе в Лас-Вегасе. Но ЦЕС это больше такая выставка там показывает концепты. Вот мы там анонсируем, мы выпустим там в начале лета какой-то смартфон, например, или ноутбук. А на ИФа это уже больше показывают продукты, которые уже или продаются, или вот… Уже начинают продаваться. Готовое завтра. Готовое устройство, да. То есть в этом плане она, конечно, интересней. Ну и плюс размеры там просто впечатляющие. То есть ЦЕС он большой, а ИФа… Еще больше. Ну, наверное, больше, да, чем ЦЕС по размерам. В чем был тренд в этот раз? То есть как бы там 3D, планшеты, что это было? Я для себя отметил. То есть вот кроме этих устоявшихся трендов, таких как там 3D в телевизорах, планшеты, сенсорные смартфоны. Был еще… Ну, отметил для себя три. Первый – это умные телевизоры, да. То есть телевизоры с дополнительными функциями. То есть 3D ты уже никого особо не удивишь. Оно есть у всех производителей. А вот какие-то дополнительные там фишки типа там… Телевизор. Ну, твиттер тоже. Телевизор с торрент клиентом там, например, встроенным там. Или там телевизор с сенсорным экраном там… Я надеюсь, ты расскажешь про это телевизор. Потому что мне очень толнулось. Я ржал в маршрутке, когда ехал. Просто чуть со стула не упал. В Angry Birds можно играть, да, отлично просто. Причем двумя ручками, по-моему. Да. Второй тренд – это большие смартфоны. То есть смартфоны действительно становятся больше. То есть вот Galaxy Note ярко там подтверждение. 5,3 дюйма. Да, 5,3 дюйма. Экран, то есть такая лопата. Причем он идет со стилусом. То есть Samsung просто воскреси вас стилус. Это не стилус, а стыль. Потому что он такой большой, что надо поддерживать. Да. Вот. И третий тренд – это тонкие, ну, ультра-буки. Все-таки уже были концепты какие-то. Да, уже показали пару устройств. Ну, вот я видел там ноутбук Sharp. Вот. И судя по всему, вот это те тренды, которые будут в 2012 году. То есть умные телевизоры, большие телефоны и тонкие ноутбуки. Тонкие ноутбуки. Да. Собственно, можем перейти к основе. Вот картинка не зря открыта. Я так понимаю, это вход во что? В центральный стенд? В центральный корпус? Или нет? Это по-моему… Холл 21А. Нормально. Да. То есть там было 25 таких вот… Холлов. Холлов, да. Ну, тут… Ну, это сразу там возле входа была композиция Sony. То есть компания представила только один новый ноутбук. Ну, из ноутбуков. Это 15,6-дюймовый в серии S модель. А вот 13-дюймовый они просто обновили. Вот это планшет Sony. Кошмар. Sony Tablet S. Кошмар. То есть на этой фотке, кстати, очень хорошо видно, насколько залапывается экран. Ну, глянский экран. Да, и как он бликует. То есть он… Ну, такой пластиковый, ну… Пластиковый планшет. То есть Sony особо… Они… Они извратились немножко с формой. Да. Ну, это форма, чтобы удобно можно было на стол положить. То есть экран получится под углом. Ты знаешь, я использую планшет на столе только когда ем. Да. Ну, допустим, я там что-то кушаю, у меня лежит там планшет, и вот могу так использовать. Обычно я держу все-таки в руках. То есть при том вот он не очень тонкий. Так хочется взять эту штуку развернуть. Оторвать. Надо верстюку подарить. Или я там… Это книжка. Как этот боксер российский такой. На снежного человека похожий. Все поняли. Все и так поняли. Я забыл фамилию. Важно. Кстати, Кличко дерется в субботу. Никто не забыл. В Германии, по-моему. С поляком. С поляком. Не забудьте в субботу и поздно вечером посмотреть поболеть на Кличко. Дайте два. Помнишь этот анекдот? Я вам дам хорошего боксера, который будет бить плохих парнях. О, дайте два. Вот, собственно, задняя крышка тоже пластик. Тоже глянцевый. А вот это не фактура? Это просто узорчик? Это узор, да. Причем я подозреваю, вот эта задняя крышка может очень хорошо царапаться. Конечно. Это сам Бог велел. Ну и Sony Tablet P. Это вообще кошмар. Непонятная штука. Я только на видео понял, как она работает. Как эта штука работает. Тоже не очень тоненький. Это пудреница какая-то, да? Судя по размеру. Тоже из глянца сделано? Нет, это матовый пластик там. Ага. То есть он тоже пластиковый. Открой с экранчиком интересно вообще. То есть он сайт продолжает типа получается здесь, да? Да, он продолжает экран, он раскладывается полностью. То есть можно как бы в таком положении ноутбука, да? Там работа типа там. Как так есть у Wacer ноутбука Iconia. Там типа два экрана. Да, можно два экрана ложить. Можно полностью раскрыть и печатать тоже. Просматривать там сайты. Ну устройство спорное. То есть вот это тут не особо видно, да? Но вот эта вот рамка, она достаточно большая. То есть оно вживую. Даже здесь видишь. Очень режет глаз. То есть глаз не воспринимает экран как два. То есть надо какое-то время, чтобы привыкнуть. Понятно. И причем Sony там говорила, не какая-то там технология экрана. На самом деле уже под таким углом даже вот нижнее изображение начинает выцветать. То есть картинка меняется очень сильно. То есть если это белый цвет, он смотрится желтым. Сероватым, розоватым, желтоватым. С видишь, тут даже видно, кстати, что оно не совсем точно сочетание идет. Да. То есть как бы вот он должен уходить отсюда. О! Читалка. Читалка Sony. Что-то у тебя вообще-то, ты по-моему ее поймал в момент обновления, да? Что-то с картинкой я не думаю. Да. Это она открывается. Очень прикольная, кстати, читалка. Она очень легкая. Ты же пользуешься. У тебя Kindle, насколько я знаю. Да, сейчас у меня Kindle, но у меня было две читалки Sony. То есть я такой вообще фанат. Sony Boy, короче. Sony Boy. Взял бы такую штуку или нет? Да, мне очень понравилась. Она очень легкая. Чем? Легкость? Вес, да. А классик там какой? Хороший. Ну для глянец или что-то? Нет, нам матовая. Матовая? И легкая типа очень, да? Да, очень легкая. Потому что она не сильно тонкая. Сенсорный экран. Ну как они уже ставят? 6 дюймов сенсорный экран. Причем цену они заявили, что это порядка 160 долларов. Ну да. Мы про это говорили, кстати, потому что 139 есть. Матовый, матовый экран. Не экран, задница матовая. Да, тыльная сторона матовая. И обещают его уже продавать вот-вот, да? Да. С классом. Ну сенсорный экран, то есть это удобно на самом деле. Тык-то пальцем. Да, видишь тут браузер, есть подключение Google Books. Там можно покупать книги. Экран какой там написано было? Это… Это… Perl. Да, это Perl. Ну то есть Ink они ничего больше не выпустили за последние, наверное, годы. LG выпустила HD версию как бы более плотную. То есть на 800 на 600, там 124 на 168, но используют его далеко не все. Ну… Sony Ericsson. Sony Ericsson. Sony Ericsson, да. То есть традиционно на стенде Sony присутствуют смартфоны, телефоны Sony Ericsson. Кстати, мы стебались с этого смартфона в прошлом выпуске, когда ты был на Ифе. ArcS. Судя по новости, там все что обновили, добавили возможность… Лошадей? Нет, возможность программную снимать 3D и разогнали процессор. Причем тот же процессор, который был. Да. И добавили новых цветов корпуса. То есть там вот он в розовом теперь. Такой… Hello Kitty. Отлично просто я считаю. Как тебе он понравился? В принципе отличий… Кроме цвета нет. Да. То есть там тот же экран стоит. То есть вот кстати по технологии экранов Sony Ericsson пока отстает и от Samsung, и от HTC там. То есть экран, конечно, хороший, но не такой там чувствительный, как у других производителей. Ты знаешь, Тарас, что? Да я думаю, этот выпуск очень сильно понравится нашим зрителям, потому что мы вообще не говорим про компанию Apple. Просто удивляюсь. Ее не было на Ифе. Вот просто некуда вставить. Понимаешь, ты экран, Samsung, HTC там, Sony Ericsson. А где Apple? А Apple нет. Apple у тебя на столе. Кстати, опять-таки вот интересный вопрос. Вы думаете, почему так происходит? Почему я сижу с макбуком Тарас, а Тарас сидит ну почти с моим ноутбуком Asus. Да. Потому что Тарас этот ноутбук брал с собой. Какой-то новый модель Q36SD на Sandy Bridge, которая работает там под 10 часов по нашим тестам. Там здоровенная батарейка 8-ми сегментная. И Тарас ездил с этим ноутбуком на Ифу. Складывал туда фоточки. Поэтому сейчас он подключился по HDMI и показывает фоточки на экране. Он не знает, как переписать, да? Он не знает, как переписать, да? Он не знает, как переписать с этого ноутбука на этот. Несовместимый формул. Поэтому показываю. Как тебе оно, кстати, понравилось? На самом деле очень классный ноутбук. Он сделан не из пластика. Это магниевый сплав. Магниевый алюминий сплав, как он называет. Да, магниевый алюминий сплав. Легкий, прикольный. 1,7 килограмм, да, вес? 1,7 килограмм в большой батарейке, там 1,6 сегментных, которые поменишь. Там есть на 83 ватт, а есть на 63 ватт батарейка. Ну тут 83 стоит, по-моему. Да, тут 83 в серебристом. Есть белый свет, серебристый и черный. Я даже видео снял, кстати, там где засветил оба цвета. Прикольная штука. Мне не хватило на самом деле только подсветки клавиатуры. Да, мне тоже подсветки не хватило. А производительность, то есть 6 гигабайт памяти. Core i5, Sandy Bridge как бы, ну такое нормально. Мой старенький макбук отдыхает. Зато у тебя тачпад хороший, вот реально хороший тачпад. Да, тут тачпад тоже такой. Я подтверждаю, что все-таки тачпад лучше, чем… Кстати, в новых ноутбуках Samsung вот почти такой же тачпад. А кто делает тачпад для макбуков, ты не знаешь? Я так понял, что не синаптик. Нет, это не синаптик. По-моему это делает то ли братко, то ли… И в новых ноутбуках Samsung будет именно такой? Я вот не знаю, он такой, но там похоже вот новый тачпад какой-то синаптикса. Но он лучше, чем старый. То есть он называется по-моему кликпад. Там тоже нету кнопок. Кликпад ставили давно от синаптикса в HP. В HP павильон, в HP N и стоит кликпад. Но не слабо, что он какой-то сильно интересный. Я попробовал на ноутбуках Samsung. Ну в принципе у меня схожи были ощущения. То есть он тоже здоровый, такой как в макбуке. Ну мы к этому еще вернемся. Собственно обновление Sony Ericsson, ну, такое косметическое скорее. Ну, ну и хорошо. Надо что-то, это фейфлифтинг скажем так. Ох ты же. Да, это интересная модель. Называется Sony Ericsson Xperia Active. Что корабль там внутри или снаружи? Где корабль? В воде. В воде, да? Он утонул? Аквариум, да. То есть вот эта модель. Защищенный? Да, он защищенный. Он может 30 минут проводить под водой. А потом у него кончается воздух. Начинает дунуть. Начинает отдыхаться. Ха-ха-ха. Он меня всегда удивлял, почему именно 30 минут? Реально как бы это время, когда там капелька воды просачивается наконец-то под заглушку. Ну просто резина разрушается. И разъедает от нашей хлорированной воды. Но он такой не тоненький, но зато маленький. То есть он может там… Какой там экран слушает? Шуменьше 3 дюйма. 3 дюйма, по-моему. 3 дюйма. 2,8. 3,2. Ой. Это… Вита. Вита PlayStation Vita. Странная штука. Слушай, он здоровее, чем вот этот PlayStation? Он реально здоровый. Ну вот на фотках вообще масштаб не ощущается. Вот реально классная фотка. Когда рядом кладешь, вот такие штуки не видно будет. Сейчас. Touch here to continue. Боже, вот за это сочетание цветов я бы убивал сразу, ребят. Ну ты игра. Ярко-зеленый в пинком. Это блин… Ну пока она… За гранью добра и зла. Довольно сырая. Но вот конкретно на этом сэмпле, который был на стенде, запускалась только одна игра. На соседнем там в стенде стояла… Тоже… Сталась другая игра. Сталась другая игра. Реально. Затачили. Вот что она была затащила. Стрелялка была. Ну, как бы… Я не берусь судить, да, там… Быть серьезным. Тут два стика есть у него аналогов, да? И еще сенсорная задняя панель. Мне кажется, Sony уже проиграл этот рынок портативных. Да, это сенсорная… Это полностью сенсорная… Дизайн… Нет, мне дизайнер. Ща, дурья, ну слушай. Татуировку себе такую можно сделать на пол… На спине. На полгрудину, да? На спине. На лоб. Да. Ха-ха-ха. Ну как… Такой я так пальцы не смогу. PS Vita. Да. Конечно, ну… Продукт… Ну, вряд ли она сами популярная. То есть, Sony надо там продавать ее, наверное, по 100 долларов и игры по 5 долларов. Тут же написано, смотри, not for sale. Они изначально как бы… Не планируют продавать. Не планируют продавать. Не для продажи, ребят. Мы чисто для себя сделали. У тебя, знаешь, такой японец сидит, такой маленький японец, полтора метра ростом, с такими большими руками, такие большие ладошки. Увлеченные, как в Людях Икс. Так что такой… Берет его и играется. Ему удобно, поэтому он сделал. Кстати, вот это планшет Sony, да? И тоже запечатлено, как тут можно играть на нем. Подожди, откуда там кнопки? Это типа на сенсорном экране? На сенсорном экране, да. Ага, типа эмуляция такая? Да. Ну, не знаю. Как по мне, они далеко не везде на эти штуки интересны. Тут уже айпады сделали, помнишь? Делали вот какие-то эти стики, которые присосками крепятся. Да, да. Присосками. А чем там? Присосками что-нибудь? Да. Ты просто не видел, как будто ты видел эту кнопку. Саморезы. О, это уже стенд компании Sharp. О, это телевизор с нереально большим разрешением. Там 7620, по-моему, на 400, 360, что-то такое. Склеили скотчем несколько айфонов или что? Нет, это действительно. Ну, это просто вот они разработали такой экран с таким большим разрешением. Ну, Sharp молодцы. Вот у них экраны, конечно, хорошие. То есть с учетом того, что вот там японская корпорация, там медиа корпорация, NHK, она планирует только в 2020 году начать трансляцию телевидения в этом разрешении. То есть Sharp уже вот показывает прототипы таких моделей. То есть я думаю, они к 2020 году уже сделают там… Заполонят рынок. Просто… У нас что? У нас тоже Walla TV ввела HD канал. 4, по-моему, или сколько там? 5 HD каналов. Ну вот на этом телевизоре можно… 40 гривен в месяц. На этом телевизоре можно 4 канала смотреть сразу в HD. Крутотень. Хоть взялись до головы, нормально. Помнишь, у них были приколы с такими желтыми пикселями отдельными? Сейчас хоть разрешение-то лучше, чем желтые пиксели. Так, это что такое? Этот же телевизор просто… Вот на нем хорошо видно… Это очередь за пятыми айфонами? Это что? В Китае занимают… Вернее, в Японии, да. Заняли очередь. Говорят, скорость должен выйти, да? Да. Ух ты ж… Штурмуют магазины. Это на бревне катается. Я знаю… На забаву… Японскую народную забаву кататься на бревне с горки. Да. В общем, очень интересный продукт, да? То есть мы с радостью будем… с радостью будем ждать, пока он появится в продаже. Да. Посмотреть, может купить… Представляешь, какие надо будет рипы качать? Какие надо будет рипы качать? Сейчас 1080p качаешь, а будешь качать там 5326p. Забивать канал… Забивать канал… Поставил закачку на следующей неделе… В воскресенье в это поставил, а в следующей воскресенье скачалось. Оооо… В следующем году… Еще два дня по USB перепишешь на медиа-центр… Ооо… Нормально все… USB 3.0, да… USB 3.0… Тандерболт… Так… Не зря показал, да? Sharp привезла на IFA… Вот тот самый кубок… Их не засудили за использование символики? Нет… Неправомерно… Неправомерно использовали… Да, тот самый кубок, который будет… Разыгрыш. Вот так вот просто стоял, можно было подойти потрогать? Да, конечно… По рукам… Фото… Да… Фото… Так я может там… Ты очень близко подошел… Видно, ты же отражаешься на стекле… Zoom хороший, фотоаппарат… На самом деле… Из другого корпуса… Из окошка… Чтоб снайпер не заметил… Да… Ну хорошо, прикольная штука… А вот мы подошли к стенду Samsung… Девятка, да? Это не просто Series 9, это limited edition… И чем? Ну… Бриллиантами украшен сверху? Нет, на самом деле даже не украшен бриллиантами… То есть там просто на… Кто-то воды наверное накапал… Ничего… Случайно рассыпал… Он будет поставляться просто в двух разных цветах… Это вот такой коричневый и темно-синий… Ага… А стандартный он черный… Стандартный он черный… Чем беднее страна, тем дороже… Кстати, мы сейчас тестим Alien VR M18X… Здоровенный 18,4-дюймовый… Ноутбук меня очень… Очень радует цена… У нас он стоит 4300 долларов… Средняя цена… По Hotline… У них он стоит начиная от 1999… В два раза больше… Дайте два… Опять-таки как про кличка… Дайте два… За ту же цену… Так… Это что? Это тот самый запрещенный… А… 777? Да… 777… Девочка похожа на поросенка… Видишь… У меня тут получился… Зачем ты паузу нажал на нос? Тебе понравилось… Как вот… По размеру скажи… По размеру… И вот как раз по размеру… Пиктограмм… Удобно или нет? Потому что смотри… Вот я сейчас попадаю пальцем… Мне кажется, что вот сейчас он удобно… Ты сейчас попадаешь пальцем… Да… Я попадаю потому что… На самом деле она очень маленькая… Надо сказать наверное характеристика… Да… Тут используется процессор с частотой… 1,5 ГГц… То есть это двухъядерный процессор… Скорее всего точно такой же как в Samsung Galaxy S2… Но разогнанный… Там… До более высоких частот… Экран здесь Super AMOLED Plus… То есть это… Первый экран такого размера… Вот именно на такой матрице… Ну и в принципе качество там… Просто отличное… Вот… Единственное что… Да… Разрешение… 1280 на 800 точек… Оно на 7,7 дюймовом экране… Ну… Как бы не очень… То есть… Если картинка смотрится хорошо… То вот… Элементы управления Android… Ну… Хочется чтобы они были как бы больше… А… Просто как бы штатных методов… Насколько я помню… Нет… Увеличить размеры… То есть… Могла бы помочь оболочка своя… Да… Но оболочки там… Я так понимаю… Можно было бы по идее там меньше разрешения сделать… Но не поддерживать… Судя вот по этим картинкам… Тут оболочки… Оболочки… Нету… А… Подожди… Это я перескочил… Это Galaxy Note… Сейчас… Верни обратно… 7,7… Покажи его сзади… Подожди… Сейчас… Он где-то… Скрыт… 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 Скрыт от нашего глава… Где-то он мне здесь был в начале… А… Да… Вот… Он сбоку… Нет… Это не… Подожди… Это… Вот он… Да… Вот… Металлическая крышка… Да… Вот видно надпись… Там дизайн будет еще меняться… Ну помнишь… Да… Как они на МВЦ показали планшет… А потом за месяц их переделали… Сделали тоньше… Да… 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 Было прикольно… Какие там разъемы… Там стандартный разъем какой-то… Или опять они проприетарные… Да… Там проприетарный разъем… Проприетарный… Да… То есть там разъем такой же как Galaxy Tabby… 10 дюймовом… Ну тупо… Короче… Разъем какой-то падает… Практически идентичный… Ну они выпускают… Просто… У них… Сейчас типа там… Метод зарабатывания денег… Они… Аксессуары… Выпускают для планшета… Причем их там достаточно много… Подожди… А что мешают аксессуары… Микро… Микро USB… Микро USB есть у всех… Ты можешь там… Ну там просто достаточно поставить два штыря… Они в том месте где у всех… И две дырки сделать… И все… Хитро… Кстати прикольно… Прикольно было у Motorola в каком-то смартфоне… У него дух станция включалась не только… Микро USB… А микро HDMI… То есть надо было воткнуть ее… В два штыря… И при этом попасть еще… В два разъема… Ставить… Можете сейфлайер… Свой… Кстати… Там идет мини-USB… Ммм… Но он какой-то… Не стандартный… Да… То есть там какой-то тип… Там же есть разные типы… Их там… А… А… Б… Вот у них какой-то один из этих… Ну достаточно интересный планшет… То есть он легкий… Вес там 360 грамм… По-моему… На тот момент… Когда ты… Видел планшет… Цены еще не были известны… Правильно? Нет… А сейчас ты слышал про цену? Ммм… Семьсот девяносто… Ну в свете… Семьсот девяносто девять евро… Говорили ценам… Эмм… Я ничего не могу по ценам сказать… Без комментариев… Без комментариев… Без комментариев… Ну мы опять-таки… Непонятно как бы официально цена или нет… Во-первых… Во-вторых… 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 Какой цене она будет продаваться в Украине… Ну запретить его в Германии… У нас какая разница… Ну нам да… Нам без разницы… Нам… Немецкий суд не указан… Конечно… Так… Давай… Что там дальше интересного было… Давай наверное… С фотками может закончим… Да… По новостям пройдемся… Давай сейчас… Давай сначала… Сначала заново… А что… Собственно… Что мы закончили… Сейчас… Сейчас… Не дружу я с этим тачпадом… Да… Galaxy Note… Ну… Это… Монструозный… Просто… Андроид смартфон… Тире планшет… Тире КПК… Galaxy F2… Какой экран… Четыре дюйма… Четыре дюйма… Четыре дюйма… Здесь пять и три… Пять и три… Причем тут разрешение… 1280 на 800 точек… Планшет… То есть… Тупо планшет вообще… Ну тут по черепи на дисплей… Кажется… То есть тут… 274… Пилочки… Пикселя на дюйм… То есть там… Ну… Качество картинки отличное… То есть… Браузер… Читать текст… Супер… Кристально чистая… Кристально чистая… Кристально чистая… Кристально чистая картинка… Дисплей тоже… Супер молод плюс… Вот… Есть стилус… Вот он торчит… Может туда еще… А подожди… А он вставляется куда? Да… Он вставляется в корпус… Самый прикол… Да он верно плоский какой-то… А не круглый… Нет… Нет… Он круглый… Стилус… Как он торчит… Стилус… Короче… Вставили… Процессор… Проткнули… Стилус… Помогает… Процессор… Реально здоровен… Там же и место нашлось… Да… Причем он тонкий еще… Ну такой… Тонкий и большой… Не знаю… Я знаю… Цену объявляли тоже опять-таки… Ну там цена… Около 800… 800 евро цена его… А по-моему… Да… По-моему… 77… 699… А этот 799… Ну 800… Ну 800 евро цена… То есть заявленная… Ну кому нужен такие деньги? Ну ты знаешь… Гик… Я знаю пару гиков… Которые говорят… Ого… Классно типа… Ну так вот… Если iPhone 4 выйдет там с экраном… Меньше 5 дюймов… То я беру… Да… Так он выйдет меньше 5 дюймов… Может выйти 3-5 дюймов… Ну нет… Думаю что таки… Он сейчас 3-5 да? Да… Думаю что таки получится… Будет хотя бы 3-65… Что вы покажете… Нет… Вышел же дизайн… Сколько там… Видео выложили фотки… Да… Новых чехлов… Типа больше… Четыре дюйма… Ну может не четыре как бы… Но… Но больше чем… Четыре… Четыре девяносто девять… Цена… Так… Что дальше интересного? Интересный планшет… А нет… Это не тот планшет… Нет… Не буду вам тот планшет… Планшет показывать… Ты его показал… Подожди… Он где-то здесь… Нет… Не здесь… Ладно… Интересные ноутбуки новые… Специальные… Алюминиевый корпус… Алюминиевый корпус… Щелевая загрузка привода… Алюминиевая крышка… Прикольно… Подожди… Это что… Это планшет… Тап… Да… А вот собственно… Сам ноутбук… Ох… Какой знакомый тачпад… Какой знакомый… Какая знакомая клавиатура… Очень… На самом деле да… Подожди… Не убирай картину… Сделай меньше… Я покажу вот так… На GT5 отличный… Ну тачпад реально тоже… Вот эта выемка… Вот за эту выемку я считал… Реально можно блин судиться… Потому что это же невозможно… Ну посмотри… Оно тупо той же формы… Экран не паркни там ноутбуков… Да не паркнул блин… Посмотри… Даже этот блок… Шарнир… Тоже самое… Кнопка в том же месте… Кнопка в том же месте… Кнопка… Клавиатура практически такая же… Кошмар… Блин… Клавиатура вот тупо такая же… Посмотри… Клавиши… Ты верил что это не макбук? Ты знаешь… Ты заставил меня задуматься… Ну вот реально посмотри… Я ходил… Ходил по стенду самсунки… Думал что это… Вы же до сих пор думаете… Что как бы… Эпл зря входит… На самом деле… На самом деле это прикольно… Потому что в 13 дюймовый ноутбук… Они вставили… Встроен экран 14 дюймового ноутбука… То есть по сути это… Потому что минимальная рамка… Да… Рамка тут намного меньше чем… В том же макбуке… Соответственно в 14 дюймовый ноутбук… Они вставили рамку от 15 дюймового ноутбука… И разрешение вот у всех этих моделей… Оно 1600 на 900 точек… Прикольно… То есть это нехилое такое разрешение… Да… И смешно что… 15,6 дюймовую модель… Они встроили в 15 дюймовый корпус… Ну… Падает… Падают габариты… Это хорошо… Да… То есть вес там… Вот у 13 дюймовой модели… Там 1,7 килограмм… 1,76… У 14 дюймовой 2… 2,17… А у 15 дюймовой и 15,6 дюймовой… 2,31… То есть меньше 2,5 килограмм… Весит 15 дюймовый ноутбук… Это по-моему рекорд… Да, Ля? Такой… Ну это… Если не рекорд… То как бы очень-очень близко к рекорду… Кошмар… Я не могу… Закрут… Пожалуйста… Покажи… Знаешь что еще… Я там заметил у тебя в твоей папке… Левым глазом… Фоточки пакетбука… Вот эти вот… Подожди… Я еще планшет… Самсунг на Windows покажу… Давай… И тогда перейдем к волшебному планшету… На Core i5 я смотрю… Да… Sandy Bridge… 1,6 дюймов… Ну хорошо… То есть… Модель конечно… Можем идти дальше… Модель из разряда… Да… Мы можем это сделать… Ну а… По-другому непонятно… Потому что Windows 7… Особо никто на планшетах продвигать не собирается… Да… То есть… Жду через Windows 8… Ну вот это потенциальный… Первый там планшет на Windows 8… А вот этого производителя… Да… Так… Давай… Pocketbook… Давай… Покетбук… Эксперт… Покетбук… Очень приятно… Кстати… Привет Роману Хархалису… По слухам… Именно Роман Хархалис… Который работал главным редактором журнала Mobility… В нашем издательстве… Разрабатывал этот планшет… Который перешел в компанию Pocketbook… Он приложил руку… Непосредственно участие… Принимал в разработке этого планшета… Планшет называется Pocketbook A1… А10… Все очень просто… А – это Android… 10 – это размер экрана… Из 10-мого планшета… Очень забавно… Извините… Я встретил наива Романа Хархалиса… В тот момент, когда он разглядывал планшеты Lenovo… Фотографировал… Фотографировал… Оббудил размеры… Лист А4… Оббудил транзешом… Все понятно… Все знают, как это делается… Что интересного… Платформа… Скажем так… Достаточно средняя… То есть это не… Это… Телефон… Смартфон… А… Аппаратная… Программная платформа… Хоть можно было, да… На 10 дюймов поставить… Они решили поставить телефонную… Обычно 2.3… 2.3… 2.3… 2.34… Я даже не знаю… Исходников до сих пор нет… Исходников чего… Ханекомба… Да… Я думаю, они могли получить… Как бы возможность поставить… Они достаточно крупный… Международный производитель… Который мог бы получить… Возможность поставить… Ханекомба… Они объяснили это… Насколько я понял… Синхронизировать с разработчиком… И поэтому они решили поставить… Все-таки телефонный ОС… Для начала… Но возможно в дальнейшем… Они все-таки поставят… Да… Не только… Сейчас уже я думаю… Смысл ханекомба… Туда заливать нет… Сейчас уже смысл подождать… 4.0… И поставить туда… Нормальный 4.0… Возможность… Потянет… Железо… Скорее всего потянет… Если не потянет… Железо… Значит обновят… Не проблема же… Правда… Какая-то там есть специальная кнопка… Для запуска чтения… Если честно… Я в руках не держал… Может быть вот это вот… Или это меню… Меню… Возврат… Короче есть клавиши… Есть клавиши для листания… Что уже прикольно… Покажи еще заднюю часть… То есть передел он так… Черно-белый… Достаточно типичный… Вот… И сзади черно-белый… Сзади… Что там сзади написано у него… Слушай… Обри… Это может какая-то локальная немецкая торговая марка… Я читал… Да… Я читал пресс-релиз… Они сказали, что их… Натхнение они получали… Смотрели на крыло самолета… Не знаю, наверное, когда летели на Ифу… Смотрели на крыло самолета… И как бы сделали корпус вот такой интересный… Летели на Ифа… И пока летели сделали планшет… Да… Вот такой вот формы… Ой… Интересная штука… Я уже заказал нам на тест… Как только появится нормальная сэппл… Нам его дадут потестить… Да… Мы его потестим… Посмотрим… Интересно… Ну кстати… Локальный производитель… Давайте… Очень здорово… Фокетбук… Производитель украинский… Он участвовал на Ифе… Это очень хорошо… То есть как бы… Можем нести базу… Кстати… Интересно… Тут есть камера… Для видеозвонков… Можно поставить теоретически… Там 3G модуль, кстати, опциональный… Насколько я понял… Ну это правильно… То есть… Я не знаю, какую цену они собираются… Они не называли цену его… По-моему, на зале… По-моему, 400 долларов… По-моему, 400 долларов… По-моему, 400 долларов… По-моему, это нехило… Экран тут… TFT… То есть… Глянцевый… Кстати… Вот вопрос… Что мешает сделать… Матовый экран… Матовый экран… Да, матовый экран… Вот я пример приведу… Обычно там защитное стекло стоит… Какое-то… Или защита пластики… У матового не делают… Как правило… Ты видел хоть один матовый планшет? Да… Резистивный, да? Нет… Сейчас, подожди… У меня все есть… Знаешь, в чем прикол? По глянцевому экрану… Палец легче скользит… Ну это… По матовому экрану… Емкостной экран… Там, где вот можно как бы… Рощерками это делать… Он будет хуже… Нет… Это не то… Сейчас… Вот… Планшет Lenovo… И он матовый… Да… Он матовый… Ты знаешь… Ты по этим бликам… Больше бы не сказал… Более-менее матовый… Да… То есть он не совсем… Чуть менее глянцевый… Скажем так… Да… То есть там покрытие… На самом деле… То есть это IPS-матрица стоит… Угу… Там стоит… Есть… Какое-то защитное стекло… Я так понимаю… И оно вот… Вот так вот обработано… То есть оно… Обработка… Я думаю… Горилла глаз тоже потянет… Я думаю там стоит какое-то специальное покрытие… Именно стекло… Которое убирает блики… Опять-таки смотри… Вот на том же айпаде… Почему глянцево… А там олеофобное покрытие… Его легко стирать… Я знаю… Что вот… Если ты залапаешь очень хорошо… Пальцами жирными… Экран матовый… То ты его потом… Не ототрешь… Скажем так… А вот… Олеофоб ты потер-потер… И все чисто… Ну вот, кстати… Вот прикольный этот… Планшет… Синкпад… Синкпад поставил глянцевый экран… Можно… Можно вырывать с мясом… Синкпад… Нельзя так делать… Синкпад матовый… Все… Никаких претензий нет… То есть он там не супер тонкий… Не супер легкий… Но он… То есть приятно ложится в руке… Там есть специальный… Стилус… Да… То есть это даже… Digitizer… Специальный… Да… На батарейках… Или как он там… Да… Он какой-то такой необычный… Ну а тут стоит Android… Как бы… 3.2… 3.2… Какая-то там… Какая-то там есть панель непонятная… Своя… А у них там такая… Типа свои оболочки… Ну… Все мы знаем, что на Android 3.2 нельзя ставить своих оболочек… То есть она такая пол… Ой… Google негодует… Да… Да… Так, давай от фоток придем… Вкратце пробежимся по закладкам, которые мы открыли… Начнем… Sony Ericsson обновила свой Android флагман… По-моему… Ну… Все ясно… Обсудили вдоль и поперек… Поперек… Следующее… Ноутбуки и планшеты Sony… Кому интересно, тот возьмет и почитает… Какие ноутбуки… Ну вот собственно… Это 15.6 дюймовая модель… Да… Первая модель с такой диагональю в линейке… В iOS… Да… Ну вот… Тонкая прикольная моделька… На Sandy Bridge… Понятно… Дальше… Tablet F и Tablet P… Поговорили… Такой себе… Анонсировался… Самый легкий… Пудреница… И… Планшет со встроенной обложкой… Мы уже книжки смотрим… Да? Хорошо… Хорошо… Давай… Книжки… Про книжки… Это раз рассказал… Слабый… Дайте две… Разные цвета… Стандартные цвета… Для них это… Черный… Серебристый… Розовый… Дальше… Планшеты Samsung… Тоже самое… Мы это… Мы, кстати, обсуждали даже эти планшеты в прошлом выпуске… Про семерку и про… Ну вот… Это все… Дальше… Ноутбуки Samsung… Аналогичные… Ну вот… Вот этот… 14-дюймовый CS7… Пожалуйста… Еще раз могу продемонстрировать… Подожди… Там 13… Да какая разница… Все… 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 Одинаково… Задумайтесь… Ребята… Так… Дальше… Что… Компактная фотокамера Samsung… Расскажи, что за камера… Прикольная камера… О… Это… Камера интересная… Причем мне даже… Шнайдер… Креузнах… Там был… Креузнах… Первый… Креузнах… Будет смотреть на тебя… Если ты будешь… Портрет… Автопортрет делать… Будешь… Лук… Как там делать… Фигачить лук… Да-да-да… Фигачить лук… Вот как раз для этого и придумано… Фотик для хипстеров… Вот собственно… Такая организация меню… А… Она похожа на… На смартфоны… На смартфоны… Да… Настолько упростили… Вот… Там выбор… Не надо идти там… Меню заходить… Куда так глубоко… Копаться… Ты просто… Пролистнул… Там… Выбрал… Снимать виды фото… Для хипстеров… Короче… Да… Ну… Максимально упростили… И я считаю это очень правильно… Потому что… Для пользователей… Для пользователей… Вполне… Вполне… Ну… Собственно вот так выглядит… В раскрытом состоянии… Угу… То есть там еще… Вот… Сзади есть кнопка специальная… Фоткать… Чтобы если на вытянутой руке… Тебе было удобно… Да… Фоткнуть… Так-то раз… Не порчит тачпад… Не дружу с тачпадами… Синаптикс… Ну… Собственно характеристики… Там… 16,2 мегапиксела… Ну… То есть качество фото… Я думаю будет стандартное… Никаких особых прорывов нету… Это вам не зеркало… Да… Давай… А… Я первый раз на компьютерах… Я сидел и слушал… Мули Идена… Когда он про все это рассказывал… Очень интересно… Вот… У300С он и был… И вот он даже попытался фотать… Фотом… Так… У300… У400… Армут… 13-14 дюймов… Тонкий… Ждем… Я так понимаю… Что леновик нам их привезет… Ну… Тут обещаю цену хорошую… А… 300… А… pen touch tv что это за тихий ужас 60 60-дюймовый язык заплетается телевизор специально разработанный для игры angry birds толстые птички толстые птички да то есть можно подключить вот ноутбук и играть в angry birds что реально надо две руки чтобы играть в angry birds почему это просто он распознает может распознавать несколько нажатий то есть одновременно на экране вот значит запускаем птичку ну то есть он ничего не умеет кроме птичек пока вы шучу на самом деле модель интересная там есть и поддержка 3d то есть есть версия в которой есть поддержка 3d поддержка вот этого вот digitizer а то есть ручки с помощью которой вы там можете рисовать редактировать фотографии то есть ну то есть добавляешь фотографии какие-то рисунки при этом не волну не волну не маловажно не стоит бояться поцарапать экран так как он покрыт защитным стеклом да это защитный стекло поцарапать матрицу знаешь что это можно чуть ли нажать чем надо в свинью и все нужен свинью то ты убьешь на экран поцарапаешь новый экран 1000 слушает не так уж как бы это версия модель 1100 нормально 1100 ну прикольный телевизор там и браузер есть встроенный нужно еще там самом деле знаете я могу вам открыть еще более простой способ играть на 60 телевизоре покупайте к айпаду второму переходник переходник на hdmi сидишь на айпаде запускаешь а на телевизоре смотришь куда она полетела так же не прикольно тоже прикольно на телевизоре запускать тебе денег хватит на обычный телевизор и на айпад и на кабель будет столько же сколько отдельный телевизор ну такое прикольно на целом телевизор я сам дурном с неба не думал что такую лишь а вот это что за интересная штука это seagate показывала наифа не была небольшая презентация не показывали свой накопитель внешний в которой встроен модуль вайфай то есть фактически вайфай роутер с помощью которого вот этот вот накопитель goflex может goflex satellite может становиться медиа сервером то есть компания разрабатывала специально для планшетов то есть ну как там в планшетах максимум 64 гигабайта до памяти а здесь 500 гигабайт на жесткий диск стоит и как бы можно установить специальное приложение можно транслировать фильмы музыку прямо с накопителя на планшет зачем ну типа такого то есть там есть кому какой-то свой софт у них да у них ставится приложение есть приложение для для иоса есть для андроида буш на него собственно это приложение буш на фоне тот инчестер представили еще весной да не весной но продажу в украине причем звали нас на пресс-конференцию то кто-то у нас даже по моему ходил в украине не только только на чем вот эту вот эту модель про ipad еще бы еще говорили если у вас есть айпад возьмите с собой на пресс-конференцию мы покажем как он работает если нету не приходите ни щебродов не заю щеброды вам не нужны какой же журналист из-за из-за айпада ну ты че ну вот с айпадом ездил как ты вынес четыре дня без айпада на мне криво смотрели но и как же ты twitter читал как читал с айфона морды что это же не true как же twitter но там показали значит трансляцию hd-видео то есть устройство можно одновременно по вай-фай подключить два три планшета вот показывали трансляцию видео на 2 одновременно два человека могут сидеть там в разных комнатах там радиус действия 40 метров могут сидеть смотреть фильмы там слушать музыку ну по-моему прикольно я смотрел цена украине полотом 299 долларов есть пару предложений магазинов вообще он продается в европе по 199 долларов ну возможно цена украине там то снизится будет массовая поставки или можно заказать поедите сами путешествовал автобусный тур по европе купите себе винчестер привезет нормально специально причем да конечно только за винчестером пробить по карте магазины если за винчестером едешь ну что тарас спасибо тебе за что рассказал про его уходить уходи выйдет как бы давай подытожим как будто на что очень много было техники очень много новостей тарас съездил на выставку не зря тарас написал множество репортажа уже больше десятка по моему напишет еще то есть еще не все фоточки разобраны как вы поняли тарас еще до сих пор путается фоточки когда он различен все фоточки подпишет их текстом и выложит будете читать будете смотреть выставка была интересна слишком много там было очень много было товаров подытож скажи что-нибудь еще про ифона что-то что-то не знаю клёвая и фабула и лифа уже не торт не на самом деле и фатор индустрия продолжает идти вперед то есть какого-то застой не видно как уже стой только вы читали то есть большие телефоны на ждут с большими аккумуляторами там в этом galaxy ноте аккумулятор до 2 с половиной тысячи миллиампер часов вот представьте там следующее поколение будет с аккумуляторами там 2000 миллиампер часа например не боясь выглядеть дураками предскажем что у нас ждет в следующем году в следующем году нас ждет 3d телевизор 3d телевизор вот реально на любой выставке ты проходишь и там очки стенды 3d телевизор это кошмар какой-то ультра буки будут ультра буки да будет сэнди господи сэндибридж уже есть будет четвертых четвертый android 4 android с этим сразу как бы но игра 3 будет тогда 3 ipad 3 будет спасибо капитан начнет айфон уже сейчас интересно все таки что же будет с айфоном один из ближайших выпусков кстати мы посвятим айфон это там как только узнаем когда его буду думать почему не не сближаешь говорят же там когда октябрь я думал октябрь наряду стив джобс ушел и забрал с собой разработки забрался вы все чертежи единственный который у них был чтоб копировать потеряли в баре да я помню он единственный кто знал вместо залежи айфон да смешное видео постель хорошо спасибо тебе трав что рассказал выставку будем тогда в этот раз так сразу плавно прощаться в пряжу и зрителя из отпуска и расскажу про вот хорошо скоро уходит в отпуск да вот раз уйдет в отпуск тоже отдохнет и расскажет нам где он побывал что он там кушал светил и про отель отчитают там тех кто плохо себя в отеле прошел к слову просто расскажет все спасибо что вы наслушали надеемся ли было получилось они очень дленным и не очень не очень нудным смотрите нас в следующей неделе следующая неделя будет со старта на другой ты уже уйдешь в отпуск да я буду наверное опять-таки с олегом даниловым следующий выпуск вести всё он же создаваться приедет а слушай я тогда наверно не знаю с кем буду вести другим олега данилова не будет тараса мищенко не будет возможно опять олегом кучеренко посмотрим кто попадется мне под руку отбуду типа коридору к первое фору боится плохо вести, да? Да. Все, спасибо, всем свободно, до следующего раза, пока. Вот это я начинал. Сережа пора худеть. Сережа вздохнул, микрофон отвырлился. На самом деле тут такое пузо, короче, ниже этого. Вы думаете, что снимается вот это на кафедре? Тут такое пузо беременное. Поддерживающая весь спектр программного обеспечения Windows. Преимущество ног в том, что с их помощью можно ходить. Скажу, это русалка. Русалки офигенные. Грудь в чешуе. Ну, заметно меньше греется и за много... Привычное... Абшалютному большинству. А-а-а, штавичок-то мой. Призванное облегчить устройство, использование устройства... Облегчить? Облегчить? Облегчить. Облегчить, товарищи. Мировая война Z. Про зомби. Вообще офигенная штука. Причем оно написано классно. Не просто, знаешь, тупое писало, как там схавали где-нибудь в каком-то доме в селе, задержали и съели все. А именно написано, прошла война, вся земля заразилась, буквально вся. То есть там вот везде, где только можно. Куча была зомби. И типа уже всех победили. И вот этот чувак типа ездит, собирается деятельство от всех каких-то ключевых фигур сопротивления. Как там кто выживал. Там абсолютно феерические истории есть. Типа, допустим, в Японии настолько там их было много, настолько они не могли там защищаться, чисто по природным условиям, что Японию всю эвакуировали. Но остался один чувак, который нашел там какой-то меч, классную катану. И чувак какой-то один слепой, которого привык типа на ощупь убивать, типа полностью слепой. И они двоем полностью, два этих чувака, один слепой блин там садовник, который на слух все умеет, и второй типа чувак с катаной, который драться умеет. Они двоем очистили там Японию вот этих нескольких миллионов зомби. Сами двоем? Они ходили тупо их убивали. Говорит, как мы сможем их, говорит, тот чувак, один там, тот, который типа был слепой, он такой, знаешь, сенсей такой там мудрый чувак такой. А тот второй с мечом молодой говорит, как мы сможем, блин, противостоять там несколько миллионам зомби. Он такой, этим безмозглым зомби будут противостоять не двое людей, а сами боги. Они там реально, там про чуваков типа на космической станции, то есть там на МКС остались люди, то есть как они там еще помогали, там реально вообще офигенная книжка просто. Сейчас снимают по ней фильм. Там будет 17 Брэд Питт. И сейчас выпустили как раз недавно прикольную игрушку очень зомби хайвэй для iOS, для iPhone. Не видел? Она универсальная, она и под iPad, и под iPhone, и очень прикольная. Она бесплатная, она сейчас в топе висит. Там прикол, типа ты едешь по машине на шоссе и сосешь сушку. Шла Маша по шоссе и сосала сушку. Вот, и получается к тебе зомби запрыгивает на машину, и ты можешь от них отстреливаться типа из окон. А когда кончатся пулей, ты можешь просто притираться к тачкам, которые валяются раскиданы по... И типа их срывать. Я знаешь, типа сейчас читаю книжку, смотрю трейлер фильма, блин, и играю в игрушку вообще офигент. Супер. Так, ладно. На три недели хватит. Мне вообще не помню слова. Сейчас буду говорить что-то. И сразу два сверхтонких 13-дюймовых ноутбука на платформе Intel Sandy Bridge Asus U36 SD. Модель Asus U36 SD может комплектоваться полным спектром процессоров. Что-то R начал терять сегодня. И удачное сочетание длительной автономности. Видно, да, момент, когда начинаешь забывать? Могу сжимать яйца бульдога в руке.